Сегодня мы с вами тут собрались не просто так. Сегодня у нас значимое событие. Сегодня ровно шесть месяцев группе 34 регион. Ровно полгода назад именно в этом месте храме Михаила Архангела родилась наша группа. Тогда мы еще даже не представляли, что вырастим до таких масштабов. Цель была не создание группы, а просто оказать помощь бойцу, пришедшему в отпуск. Нам позвонили, попросили помощи и мы откликнулись. Решили объединить людей, своих знакомых, друзей для того, чтобы собрать несколько коробочек гуманитарки для бойца. Я помню мне позвонила Юля и мы решили вечером созвониться, пришла домой и говорю супругу, нужно что-то купить. Даже вообще не представляли, с чего начинать. Мы же не группа, мы просто оказываем помощь человеку, который едет из отпуска. Пришли в магазин, купили упаковку или две упаковки, анакома, тушенки. На следующий день решили, что давайте в группу пригласим еще несколько человек, еще. И честно сказать, мы не ожидали, что группа получит такой отклик, сразу будут добавляться люди и в храм стали нести очень много гуманитарной помощи. Почему мы решили на базе храма создать пункт? Потому что у нас не было место, где собирать гуманитарку. Моя двухкомнатная квартира быстро заполнилась коробками и мы приняли такое решение, что в Крестилке нам выделят место для гум-помощи. Туда приходили жители нашего города, которых мы даже совершенно не знали. Мы упаковывали коробки, знакомились. Те, в свою очередь, говорили о нашей группе своим знакомым друзьям. Так у нас образовалась в течение трех дней группа количеством 500 человек. Дальше нам нужно было закупать одежду для бойцов и нам нужны были выходы на какие-то рынки, магазины. И здесь к нам подключились ребята из Москвы. Они сами суровикинцы, но сейчас проживают в Москве. Предложили свою помощь по закупке вещей на рынке Садовод. Мы онлайн консультировались, смотрели каждую вещь, каждую шапочку, каждый носочек. Говорили им, что брать. Затем ребята привозили сюда, нанимали прицеп и везли в Суровикино на дальнейшую упаковку. Очень много откликалось людей, потому что собиралось такое количество гуманитарной помощи. Мы стали просить у людей, чтобы нам везли коробки, нам везли пустые коробки с магазинов, потому что это проблемой, оказывается, стало, что столько скопилось гуманитарной помощи. И когда у нас была первая отправка, которую мы собрали буквально за 10 дней, когда приехала грузиться самая первая машина, волгоградская, они приехали, и они просто не смогли, мы не погрузили ни одной коробки, они думали, что у нас там практически 5-6 коробочек. И посмотрев весь объем, который мы собрали в общей сложности за 10-14 дней, группой было принято решение, что машины будут наши и что гуманитарную помощь будут доставлять точечно ребятам непосредственно зону СВО. 16 октября у нас ушла уже первая машина. Событие было еще ознаменовано тем, что о нас узнали в городе Волгограде, о нашей группе, и к нам приезжало телевидение с Волгоградского канала. Эту первую отправку запечатлели. Было очень радостно смотреть потом на себя со стороны. Таким образом, когда люди узнали, что группа не просто сама по себе где-то в тихую существует, а о нас знают еще и в других городах, люди более доверчиво, что ли, стали относиться к этому. И так мы очень быстро выросли, не знаю, там до размеров, наверное, около двух тысяч человек буквально за месяц. И так сложилось, что гуманитарная помощь постоянно приняли жители города, жители районов, области, других городов стали нам помогать. Вскапливалось большое количество гуманитарной помощи. Мы были вынуждены обратиться к жителям города Суровикино. Нам предоставили место. У нас есть теперь огромный просторный зал, где мы можем сортировать всю гуманитарную помощь, делить на подразделения. И так группа стала расширяться. Каждые 2-3 недели у нас стала уходить машина. И машина шла в 2, иногда и в 3 подразделения. Водитель едет в несколько точек доставки. Хорошо, что у нас теперь есть свой надежный, проверенный, позитивный человек с нами на одной волне, который поддерживает все наши начинания, который действительно везет ребятам такие трудные заявки, доставляет в такие трудные места. Да, удивительно, что несколько моментов у нас было, когда ребята терялись или находились в бою. Их нужно было искать, они не на связи. И вот Саша, наш водитель молодец, он умудрялся находить точки соприкосновения и быстренько доставлять через других бойцов нашим ребятам гуманитарку. Это, надо сказать, очень сложно в тех условиях, в которых водитель наш находится. Но он молодец, очень коммуникабельный. Нам повезло. Изначально наша группа была создана в WhatsApp, но так как в течение нескольких дней число участников превысило более 500, а в группе это невозможно, было принято решение перейти в Telegram, сделали свой канал, сделали свою страницу. И тут уже было принято решение группу назвать, потому что группа развивалась. На совместном таком решении было принято назвать группу 34 регион. В дальнейшем нас пригласили в Волжский на конференцию, где мы получили статус официальной группы волонтерской, работающей именно от Калачевской епархии. Наша группа объединяет 12 приходов Калачевской епархии. К нам присоединились прихожане храмов. И в принципе основная часть гуманитарки собирается именно с приходов. Основная масса продуктов, денежные средства такие крупные нам поступают именно благодаря сборам на территории приходов. За шесть месяцев работы группа 34 регион имеет официальный статус, группа имеет свой флаг 34 регион. Самое приятное в нашей работе это получать видео отзывы от ребят. Мы помним, как нам прилетел первый привет и долго его ждали. Недели две, наверное, потому что только неделю гуманитарка добиралась до места назначения. Это наш был первый опыт. Боец, который вез гуманитарку несколько дней, должен был ночевать в лесу среди коробок. Один ждал, пока его подберет машина. И вот когда ребята все распаковывали и снимали, ну да слез было приятно. Плакали всей группой. Плакали всей группой, пересматривали. В общем, сейчас это уже традиция у нас, видеоотчет после каждой гуманитарки. Но несмотря на эту обыденную такую же традицию, все равно очень трепетно смотреть эти видео, приятно. Много интересных таких моментов происходит. Некоторые бойцы с творчеством подходят к месту перегрузки. И вот один случай был совсем недавно, вот после крайней поездки, когда боец с позывным Марс назначил место перегрузки храм Михаила Архангела под Донецком. Как бы в знак того, что он от нашего храма получает гуманитарку, именно рядом с храмом этого святого. Хотели заснять этот момент, не получилось. В этот период начался обстрел. Сняли очень быстро, в промежутках между обстрелами. В общем, сам храм не удалось заснять, а очень хотелось, конечно, показать людям. За шесть месяцев работы наша группа получила уже большое количество благодарственных писем, грамот. Руководитель группы, да, удостоен медали от Министерства обороны за укрепление боевого содружества. Я считаю, что эта медаль для нашей группы имеет огромное значение, потому что нас оценили, так скажем, не только на местном уровне, но и областном и даже на уровне нашей страны, за которую мы сейчас сражаемся все вместе. За шесть месяцев существования группы, мы были на семинаре в Волжском, мы на 23 февраля были на полигоне, где в мороз, в ветер действительно видели все условия, в которых находятся наши ребята. Все танки, пушки, мы стреляли с оружия, такую вот Волгоградская область, предоставила такое для волонтеров, для крупных групп Волгоградской области. Это такое было мероприятие, на котором действительно изнутри, конечно, это был маленький кусочек, это там 4 часа, но это был ветер, это были пылевые условия, мы были на кухне на солдатской, все как ребята, столовая, еда, оружие, танки, все это наша группа, мы с руководителем были в таких походных условиях. Да, изначально мы просто собрали помощь бойцу, но потом как бы за правило взяли помогать именно ребятам, которые находятся на передовой, и они из города Суровикино и близ лежащих поселений. Но затем прилетали заявки от ребят вообще там из Калачака, Мышина, Волгоград, и когда уже СВО набрало обороты, мы поняли, что в помощи нуждаются абсолютно каждый там, и тут мы уже не стали делить на своих чужих, они все наши, мы все сейчас идем к одной общей победе, мы за одно дело болеем, поэтому нами было принято решение оказывать помощь именно по заявкам от подразделения. Работаем с командирами напрямую, принимаем от них заявку, обрабатываем ее, обозначаем пункты, которые мы можем собрать и какие нам непосильны. Ну и затем открываем сбор и по максимуму собираем эту заявку. Надо сказать, что в этих заявках очень мало пунктов, которые мы отметаем, в основном мы стараемся стопроцентно ее собрать. Единственный момент, который нас останавливает, это очередь, создающаяся из этих заявок. Трудно собирать одновременно, мы пробовали, не всегда это получается, из-за этого у нас три-четыре заявки всегда висит в очереди, но в это время мы их мониторим, мы ищем доступные нам цены, что-то приобретаем, где-то просим помочь нам, взаймы занимаем, потом отдаем. Кто-то работает по предоплате, кто-то соглашается по факту получения на оплату. В общем, моменты разные, трудные, сложные, и, наверное, вот работа с заявками это самое трудное из всего процесса, даже не сборы, а именно вот это вот огромное количество информации, которая в наших головах сидит, она, конечно, ну так это сложный момент, скажем так. Мы хотели бы от лица нашей группы выразить огромную благодарность всем участникам, всем, кто принимает активное участие в наших сборах, кто переживает вместе с нами, кто помогает нам словом, делом, какими-то мыслями, подсказками. Все это очень дорого для нас, все это поднимает и наш дух, не только дух бойцов наших, потому что мы с ними на связи каждый день, говорим какие-то моменты ребятам, что мы сейчас сделаем, что переживаем. Они нас поддерживают, делятся с нами своими впечатлениями, мы их поддерживаем. В общем, работа наша не прекращается, можно сказать, не на минуту, мы уже привыкли спать по несколько часов в сутки. А иногда и не спать. Скажем так, уже в течение полугода, ну, потолок это 4-5 часов, ты уже понимаешь, что ты выспался. Обычно бывает меньше. Также огромная благодарность всем участникам нашей группы. Кто-то помогает финансово, кто-то девочки наладили производство, льют свечи, кто-то делает армейский душ. В принципе, вся наша группа состоит из отзывчивых таких людей, сплоченных одним большим делом. Вместе мы идем к победе. Поскольку мы работаем от храма, то у нас завелась такая традиция, я считаю, что она правильная и нужная, и самое главное, важная. И ребята ее оценили. Это вместе с гумпомощью мы всегда отсылаем ламинированные иконочки, которые ребята могут носить там в кармане, на грудном, где-то вот рядом, где-то с собой. Также отправляем пояса живые помощи. И сейчас мы решили, что будем вместе с этим отправлять воду освещенную на молебнах, подписывать ее будем. Мы уже заказали наклеечки, закупили бутылочки. Так что вместе с поясами и иконочками мы будем отправлять водичку святую. Много было отправок гуманитарной помощи, и к Новому году группой было принято решение. Мы делали индивидуальные коробки, где каждый боец получил термобелье. Мы вылаживали тушенку, сладости. Были индивидуальные подарки. Большие коробки на каждого бойца. В каждую посылку было вложено письмо от школьника. Воскресная школа и также жители и кондитеры присоединились к этой акции. Были изготовлены пряники. Каждый боец получил пряник к Новому году. Это было такое тепло из дома, вкусное, душевное, с письмом. Мы считаем, что очень приятно получить индивидуальную посылку, которая адресована тебе с письмом, с таким посланием, с теплыми вязаными носками от жителей города Суровикино. Это очень важно, это очень ценно. Такая поддержка нужна нашим ребятам. Сейчас в состав нашей группы входит несколько районов. Это Чернышковский район, Суровикинский. Нам помогает Клецкий район, Калачевский. Что еще? Также в группе у нас много, буквально постоянно приходят переводы. Это у нас все равно Москва, Сергей Фасад, Ставрополь, Краснодар, Ростов. Очень много в нашей группе, не только жителей города, Волгоград, область, районы и другие города России поддерживают группу 34 регион. Да, хотелось бы еще сказать, что несмотря на то, что наша группа работает от православных храмов в составе нашем, люди разных вероисповеданий, и они нас поддерживают также. И это очень приятно. То есть, когда мы все вместе в таком огромном единстве, это, конечно, имеет огромное значение, потому что это важно сейчас, ребята. Мне хочется сказать об этом видео, что после первой отправки мы получили свою первую награду, такую приятную. Это баннер, который напечатали нам ребята в знак благодарности за оказанную им помощь. И, конечно, когда мы этот баннер увидели, нам было сказать, что приятно, это ничего не сказать. Мы гордились жителями нашего района, нашего города, что мы все-таки смогли, собрались и помогли ребятам. Сейчас у нас новая идея, поскольку весна, и в связи с обострившимися событиями на ИСВО, ребята часто просят масс-халаты, масс-сети. Мы приняли решение, что наша группа займется плетением маскировочных сетей. Сейчас мы мониторим рынки, ищем для закупки ткань, дель. И уже в скором будущем мы будем сооружать самостоятельно, своими силами, эту рамку для плетения. Уже создали, Людмила создала отдельную группу, куда присоединяются девочки наши, суровикинские, готовые заняться плетением этих сетей. Они будут в свободное от работы время приходить в наше помещение. Будем вместе резать, окрашивать ткань, вместе вплетать, соединять эти модули. В общем, предстоит огромная работа. Не только Сравикина сегодня звонили из сельского совета Лобакина. Они тоже присоединились в нашу группу. И они хотят тоже своими силами, будем делиться опытом, изготавливать тоже сети для группы 34 регион. И, наверное, поэтому одним из, не одним из, а у нас в группе есть такие девизы, что своих не бросаем, и вместе мы сила. В день, когда время невзгод. Переживем И на пределе струна В час, когда сердце поймет Это война Это война Руку свою протяни Тем, кто нуждается в ней Переживем И мы Вместе сильней Мы вместе Во все времена Мы вместе Большая страна Мы вместе Мы вместе Мы вместе Минут и побед Мы вместе Стеной против бег Мы вместе 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 Слышать, когда зазвонить Чей-то призывный набат Делать добро и не ждать Криков виват Верить, что время невзгод В мире Однажды пройдет Если любовь В твоем Сердце живет Мы вместе Мы вместе Во все времена Мы вместе Большая страна Мы вместе Мы вместе Мы вместе Минут и побед Мы вместе Стеной против бег Мы вместе Мы вместе Мы вместе Мы вместе Мы вместе Пусть эта песня летит Птицы мечтей над страной Всем вопреки, кто трубит Вечный огонь Нам не забыть этот час Память Останется в нас Только поймем Только поймем сотый раз Здесь и сейчас Мы вместе Мы вместе Мы вместе Мы вместе Мы вместе Во все времена Мы вместе Большая страна Мы вместе Мы вместе Мы вместе Минут и побед Мы вместе Стеной против бег Мы вместе Мы вместе Мы вместе Мы вместе